Всем здрасте, у нас сегодня 31 число, Хэллоуин, я приехал в фризер пораньше, чтобы чикнуть бороду, потому что я уже Бармалей И будем сегодня праздновать, я кстати не знаю еще какой у меня образ будет, это для меня будет сюрприз, потому что Дима мне костюм ищет Сегодня мне бороду делает Олег Волков, он мне как-то уже чикал бороду и я просто в восторге был, поэтому решил повторить опыт Сделали мне бороду, вот я доволен как слон, мне кажется что я помолодел лет на 5 с новой бородой, с подстриженной бородой Ну вот еще предстоит мне укладочка и попозже немножко я узнаю какой же образ будет у меня на Хэллоуин, потому что я говорил, что это будет сюрприз Дима выбирает мне костюм, поэтому я без понятия До корпоратива, до Хэллоуина остается еще несколько часов и пока у меня есть свободное время, чтобы не сидеть зря Я решил сделать дело, которое очень давно у меня уже созревало в голове Вот у меня после поездки в Барселону осталось еще 200 свободных долларов, это те деньги, которые, ну в принципе вот они у меня есть И хотелось бы куда-то их вложить, что-то как-то сделать с ними И так как мы живем все-таки уже в 21 веке, 2019 год скоро, я решил немножко попробовать себя в криптоиндустрии, в электронных деньгах Вот, и хочу на вот эти вот 200 долларов как раз купить один эфир и дальше подумать, куда бы его вложить Вот, сейчас пойду менять 200 баксов и заодно, кому интересно, я думаю, что многим эта тема сейчас интересна Покажу вам, как из вот 200 долларов, как их материализировать в эфир Вот, для начала нам нужно найти обменник, разменять 200 баксов в гривны Потом гривны закинуть на карточку, на приватовскую, потом сделать себе кошелек и купить эфир Вот, сейчас весь всем этим процессом я займусь Я такого никогда не делал, у меня нет ни кошелька, ничего, вот 200 баксов и все Далеко мне идти не пришлось, вот здесь прям обменник Вот, вот здесь вот бабло мы обменяем Кстати, курс здесь на 0,5 копеек лучше, чем в приватбанке Вот, 28,05 в приватбанке, ровно 28,00 Ну, на такие незначительные суммы это вообще ерунда, поэтому об этом даже не стоит думать Здравствуйте, я хочу 200 долларов обменять Бориса, улыбайся, я тебя снимаю с крытой камерой Снимите, а вот же шпакл красивый, посмотрите на меня Ай, здесь у людей хорошее настроение сегодня Да, спасибо Да, спасибо вам Хорошее место, люди, хорошее настроение у всех, отличное Бабло закинулось на карточку Вот Деньги уже на карточке, на моей гривневой, как вы видели Теперь нужно создать кошелек, на котором будут храниться мои электронные деньги Эфириум Все, кто не знал, эфириум это вторая после биткоина по популярности и по капитализации валюта Выбрал электронный кошелек, там есть несколько способов, чтобы его создать Но самый, ну вот как мне все советовали, я там почитал некоторые форумы, это вот MetaMask Вот, MetaMask Я установил себе это расширение для браузера, это все очень легко делается Вы просто заходите в Chrome Store и вводите MetaMask, устанавливаете его себе и все После недолгих, ну относительно недолгих махинаций создал я свой эфиром кошелек Вот Сейчас, как вы видите, по нулям И теперь моя задача, гривны закинуть на вот этот вот MetaMask эфиром кошелек Для этого воспользуемся проверенным уже сервисом bestchange.ru Я через него всю жизнь всегда менял валюты Там не только биткоины, там вот эти Kiwi, Payr, короче, все что угодно Можно с привата на приват и в кошельки В общем, удобный сервис, сейчас будем через него закидывать гривны, переводить их в эфирумы Этот обменник, вон, вы видите, сколько здесь опций вообще, с чего на что Но нас интересует Privat24 Вот, с Privat24 Мы хотим купить эфирумы Эфирумы Chicks На данный момент у меня вот на привате 5621 гривна Пополнил я на 5581 И вот здесь вот указываем 5600 Вот Номер карточки и номер кошелька То есть все предельно просто Номер кошелька вы в этом приложении можете скопировать в буфер обмена Вон у вас уже будет Сделал все, как указано по инструкциям Вот такое вот мне выбилось Вот И нужно нажать, я сделал платеж Теперь остается только ждать, когда мои эфирумы попадут в меня на счет Там у меня одна целая, что-то одна целая и запятая 0,2 Вот что-то такое Короче, один с хвостиком эфирум у меня получился Проверим, пришли ли они мне на счет Так Вот что мы видим Да, действительно, 1,029 эфирума здесь Теперь же нужно вложить его, чтобы он у меня не лежал мертвым грузом Будем сейчас вкладывать мой эфир в дело, чтобы он работал, приносил мне деньги Мы подошли к самому главному Зачем же весь этот сыр-бор затеялся Как же все-таки заставить один этот эфир работать И не сидеть просто ровно на жопе Не ждать там, когда эти курсы поднимутся, упадут А может он никогда не поднимется, а может он сильно упадет Вот, в общем, я не для этого покупал эфир Я его покупал конкретно с целью для того, чтобы вложить И чтобы дальше он приносил мне деньги Далее, все, что я вам буду рассказывать Это все лично мой опыт Вернее, он только-только начинается Я это все делаю на свой страх и риск То есть я никого не призываю повторять то, что я делаю То есть это лично на ваше усмотрение Вот, я... Есть такой отличный блогер, его зовут Дэн Инвест Вот, я на него подписан И в одном из его видео он показал вот такую вот платформу Она называется Воли Вот, умный кошелек, который приносит тебе эфир ум каждый день Я изучил этот сайт очень-очень плотно И фишка в том, что, конечно, безусловно, это все пирамида То есть не нужно питать себя иллюзиями, что вы куда-то вкладываете деньги И там с ничего, с какой-то деятельности вам там это все приумножается Понятное дело, что это все пирамида Но фишка... Они даже этого не скрывают То есть они здесь на сайте прямиком указывают, что да, это то, как вот оно есть Они не прикрываются какими-то ложными легендами Что, мол, мы там, короче, ведем какую-то деятельность Что-то продаем, какие-то фондовые биржи Нет, они вот открыто заявляют, что да, это пирамида Но фишка в том, что это пирамида на смарт-контракте Смарт-контракт это код, который... Причем этот код в открытом доступе Это исходный код Те, кто разбираются немножко в программировании Можете все это проверить Они уже прошли два аудита независимых И именно это меня, ну, как бы, убедило в том, что да, действительно этот код работает В общем, долго не буду дискутировать Вы здесь можете, вот, в этом воле-ми это все прочитать Здесь вся информация общедоступна Вот, они предлагают 1,44 доходности в день 1%, 1,4% в день доходности они предлагают Эта информация там написана Это все в открытом доступе Вы это все почитаете И я же говорю, в чем прикол Как же я говорил, да, это действительно пирамида Но она на открытом вот этом вот коде То есть вы можете все проверить И они четко пишут, куда идет бабло Определение у них идет следующим образом 85% денег, которые туда вводятся Остаются в этой структуре То есть гарантированно, даже если это все прогорит А в любом случае срок работы таких сервисов Ну, примерно вот от полгода до полтора Полтора это вообще рекордсмены, которые работают в этой сфере То есть сейчас, на данный момент этот сайт работает 2 недели Поэтому все, кто, как говорится, успеют залететь сейчас Они по-любому, ну, как минимум не прогорят Как минимум Вот, но это лично мое То есть такое мнение Я же говорю, я там не говорю, что я какой-то там суперэксперт Или еще что-то Вот И как они распределяют деньги 85% бабла остается в сайте 10% денег они дают на рекламу То есть понятно, что чем больше людей закидывает бабки Тем больше, тем дольше это все будет работать И 5% они забирают себе в качестве зарплаты То есть все по-честному Вы можете это все проверить, никакого обмана нету Они вот выкладывают и говорят Да, ребята, это пирамида, но мы планируем работать долго за счет низких процентов Поэтому На ваше усмотрение И помните золотое правило, что когда вы вот такое вот делаете, как я вот сейчас сделал Ни в коем случае не закидывайте последние бабки То есть это должны быть деньги, с которыми вам заранее уже не жалко расстаться То есть вот у меня там было 200 долларов Но реально вот они у меня лежали Мне не жалко, если вдруг что-то пойдет не так Я отдаю себе отчет, что да, действительно я там могу их потерять Но если все будет хорошо В чем я практически убежден там на большое количество процентов То через 2 месяца они вернутся И потом дальше будет все только лучше и лучше Закидывать на воле деньги очень-очень просто Вернее, не деньги, а эфирумы Вы просто Вот, выбираете отправить Куда отправлять эфирумы вы можете найти на сайте воли Вы найдете подробную информацию о том, как это сделать То есть если вы уже завели кошелек Все сделали так же, как и я То закинуть деньги это самое простое, что может быть Подтвердить Подождал буквально 30 секунд И все У меня осталось 1,63 доллара 008 эфирума Транзакция подтверждена Завел я деньги в сайт Теперь мой эфирум будет работать Принося мне 1,4% в день И посмотрим, что из этого выйдет Повторяюсь, если кто-то хочет последовать моему примеру То вот вы все видели своими глазами И я же говорю, запомните Всегда инвестиция это риск Вкладывать только ту сумму, с которой вы готовы расстаться То есть последние деньги вкладывать вообще никак нельзя Все, будьте здоровы, зарабатывайте И буду держать вас в курсе, как обстоят дела с волей У них, кстати, скоро будет личный кабинет В общем, ребята, подготовка в фризере для Хэлловина идет полным ходом Я по-прежнему жду свой костюм Я еще не знаю, кто я буду Но здесь уже понемногу Вот тут Паша Паша, поздоровайся Ну ты вообще прям как этот Как с картинки, короче, тебя сделали Я думаю, понятно уже всем, кто будет Паша Вот у нас тематика Гарри Поттера Ну такая, типа Вот у нас тут Лера, пошлая Гермиона Все, нормик, нормик Так, Ваня у нас тут Вообще заморочился жестко Дима, а что ты делаешь? А я сейчас буду делать письма, которые счастья С камина, которые будут вылетать Ладно, шучу Вообщем, ребята Ну как, у нас есть специальный спонсор Спонсор змей Называется Салазар Слизерин Сделал себе такую большую змеючку В тайной комнате И хорошо ей там жилось А сегодня она пришла к нам на вечеринку Блин, жесть какая А я не вечерая? Так а что она здесь делает? Не, не, ну, как бы Я на это просто надеюсь Смотри, она хочет, чтобы ее погладили Вообщем, ребята Кто еще не понял Это наш чудесный администратор Лера Она сегодня в образе Беатрис И у нее настоящая змея Лера, как тебе не стремно вообще со змеей ходить? Лер, как тебе не стремно? Ну вон, спроси Леру Так не это же Лера со змеей Да чего? Главное, чтобы она была адекватного поведения Хорошенькая, тепленькая Ну ладно, не тепленькая По крайней мере, приятненькая Ну просто ощущение, как будто бы Это мои дальние родственники Поэтому молча То есть ты себя со змеей ассоциируешь? Ну все-таки потомок с лизерином С каким животом ты себя ассоциируешь? Ого, Паша У меня просто есть ассоциации Так хер его знает Я вообще не думаю, что типа я же человек вроде А мачку не разминили Да что, но у меня я типа думал, что я может какая-то обезьяна горилла Я хер его знает Обезьянка? Ну не маленькая Это охрана, ты обещал охрану нам на сегодня Такая побольше обезьяна Вот в лифчик мне не обязательно лезть Если честно Приехал наконец-то мой костюм Вот Богдан привез Привет, я костюм Богдан? Но не этот Да, позже мы увидим Это пока тайно, но Немножко позже мы увидим, какой костюм И во что облачиться Облачиться Кирюша, аккуратно Следи Мне самому интересно Я вообще не представляю, что это будет Все, ребята, в общем Я думал, что я буду Хагрит А по итогу я стал черной бородой Ой! Мы будем бухать Ха-ха-ха Без корянам, Рома Гому дайте больше Ха-ха-ха Прямо не наставляй, повинно только Фотосет с тобой Добрый день Получается, во фризере уже была лошадь Теперь совы, змеи У нас тут Разнообразие каждый раз Это начало 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 Не финны Три давайте Загружаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok